Эво-коврик для таких лодок очень актуален. Отличная защита от грязи, от повреждений. Покажу разницу, как выглядит лодка с ковриком и без коврика. Такой известный человек, как Николай Валуев, обратился к нам для изготовления коврика. Всем привет! С вами Руслан, магазин Манилодку. Сегодня покажу эво-коврик для лодки Hunter 345 LKA. Лекалы на эти коврики у нас есть, мы их начали делать. Давайте смотреть. Hunter 345 LKA это лодка с надувным дном низкого давления. Эво-коврик для таких лодок очень актуален, так как он защищает надувное дно от проколов-порезов и от грязи. А также придает ровную поверхность в лодке, пол практически ровным становится. Давайте я с самого нуля покажу, как коврик можно положить в лодку. В свернутом виде он выглядит вот так. То есть здесь есть липучки, которые помогают держать его в рулоне. Разворачиваем. И раскладываем коврик по лодке. Коврик должен зайти под баллоны и плотно лечь. Начинаем с носовой части. Укладываем коврик прямо под баллоны. И теперь идем по всей лодке и выравниваем. Коврик состоит из ячеек. Ячейки не позволяют влаге, грязи растекаться к бортам лодки. Аккуратно выравниваем везде. Если необходимо, подтягиваем еще, если положили сразу неровно. Коврик достаточно эластичный, но в то же время жесткий и не собирается, когда вы ходите по нему ногами. Упирается в трансовую доску. Ну вот, можно сказать, я положил уже коврик. Вот так вот он выглядит. Вот смотрите, как лежит коврик в лодке. Прямо по ее размеру. Для такой лодки мы выбрали цвет серый с красным кантом. Потому что на лодке присутствуют элементы красного. И окантовка красного цвета как раз подчеркивает вот этот вот стиль лодки. Цвет можете любой заказать. У нас там палитра из 10 цветов. Разные цвета. Кому какой нравится, пожалуйста. Для этой лодки, я думаю, подойдет серый, черный, белый коврик. Окантовка может быть любой. Красный, можно черный сделать. Тоже будет красиво смотреться. Напоминаю, это лодка Хантер 345 ЛКА. Кстати, на выставке на 45-й охоте рыбалосты на Руси точно в таком же цвете мы делали коврик для лодки Юкона 320 надувное дно. Тоже отлично смотрелся. На Юконе тоже есть красные элементы. И красная окантовка отлично смотрится. Сейчас я зайду в лодку, похожу по коврику. Посмотрите, как это выглядит. Захожу в лодку. Лодка с килем, поэтому она переваливается. Но коврик никуда не едет и не собирается. Ходить по нему приятно. Пол стал ровнее. Отличная защита от грязи, от повреждений. Почему это защита? Потому что коврик толщина у него 1 см. Он достаточно плотный. А если вы заходите в сапогах, а у вас в подошве застряло стекло, то вы уже не прорежете дно. Потому что здесь дно просто ПВХ. Надувное, но оно ПВХ ткани. То есть его можно повредить. Либо ножом, либо крючком. Либо чем-то еще острым. А коврик исключает такую возможность повреждения. То есть, во-первых, это чисто. Во-вторых, это надежная защита. Ну и красивый вид. Покажу разницу, как выглядит лодка с ковриком и без коврика. Вот так лодка выглядит с ковриком. А вот так лодка выглядит без коврика. То есть здесь обычная ПВХ ткань, которая можно повредить чем-то острым. Коврик исключает эту возможность. Его толщина 1 см. Плюс защита от грязи. Плюс красивый вид. С таким ковриком ваша лодка прослужит гораздо дольше. Сегодня мы посмотрели его коврик для популярной лодки Hunter 345 LKA. Сейчас у нас есть лекала. Мы можем изготавливать коврики для этой модели. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить очередные обзоры новинки. У нас сейчас порядка 20 лекал для разного типа лодок существует. Но если в вашей лодке нет списки, то в принципе можем изготовить и по вашим индивидуальным чертежам. Сколько это будет стоить, спрашивайте у нашего менеджера на сайте о возможности изготовления именно для вашей лодки. Кстати, недавно такой известный человек, как Николай Валуев, обратился к нам для изготовления коврика по индивидуальному чертежу для его лодки. Это было совсем недавно, накануне выставки. Сейчас мы будем делать коврик для его лодки. Так что скоро он, надеюсь, появится и вы его тоже увидите. А с вами был Руслан, магазин «Мне лодку». До новых встреч!